МИР СЕГОДНЯ МИР СЕГОДНЯ Самая достоверная и объективная информация о событиях во всем мире, а также спорт, новости шоу-бизнеса, погода. В студии Юрий Ростов. В программе МИР СЕГОДНЯ Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня независимая комиссия при Фейсбуке приняла решение о том, что закрытие счета Трампа в этой сети после 6 января было правильным, но что через 6 месяцев после принятия этого решения Фейсбук должен вновь рассмотреть этот вопрос. Сегодня тема Трампа и Фейсбука, по сути, была самой важной. В годы Трампа чуть ли не половина информации о Трампе, о деятельности правительства в целом, поступало именно через социальные сети, в которых Трамп участвовал лично. Именно через социальные сети Трамп оказывал колоссальное влияние на американцев. После нападения на Конгресс 6 января сторонников Трампа, Фейсбук, Твиттер, другие социальные сети закрыли его счета, объяснив это тем, что Трамп призывает к насилию и дестабилизирует обстановку. Обвинение в том, что Трамп призывал к насилию и, по сути, к атаке на Конгресс является неоднозначными. Напрямую штурмовать он никого не призывал, хотя и не осуждал поначалу за это своих сторонников. Кого-нибудь другого, более любимого за подобные высказывания бы точно не закрыли. Но как бы то ни было, когда доступ Трампа в социальные сети был закрыт, он в каком-то смысле чуть ли не совсем исчез из общественной жизни. Хотя президенты вроде бы никогда не жалуются на отсутствие внимания, но средства массовой информации в конфликте с Трампом дошли уже до такой степени антагонизма, когда за редкими исключениями любое общение Трампа с журналистами, хоть и с президентом, выливалось в конфронтацию. И при этом, как правило, именно журналисты задавали вопросы, действительно сформулированные по-провокаторски и имеющие единственную целью поставить Трампа в неудобное положение. И раньше этому почти однозначно негативному освещению Трампа со стороны телевидения, газеты, радио противостояли социальные сети. Трамп там в первую очередь сам себя защищал и говорил о своих инициативах, предложениях, обвинениях, хотя там же и сводил счеты со своими противниками. И вот эта половина информации, единственная, которая в основном все-таки носила для Трампа положительный характер, в начале января исчезла. А конфронтация с прессой осталась. Возобновление членства Трампа в Фейсбуке, Твиттере, в других сетях было бы событием очень большого политического значения. Вчера, кстати, объявили, что Трамп открыл собственную как бы социальную сеть, но пока она работает с перебоями, больше напоминает простой блок и особого влияния не имеет. Но Марк Зукерберг, глава Фейсбука, прекрасно понимал, конечно, что если он сам принял бы решение сегодняшнее о Трампе, независимо от того, разрешил бы он восстановление его счетов или нет, он неизбежно встретил бы массовые протесты либо левых, либо правых. Ну и Фейсбук создал специальную как бы независимую комиссию, которая должна рассматривать вопросы о санкциях против его пользователей. В составе комиссии бывшие премьеры, лауреаты Нобелевской премии и самые разные другие весомые личности, а сам Фейсбук несколько раз перед сегодняшним решением этой комиссии подчеркивал, что он как бы никакого участия в этом процессе не принимает. Другое дело, что эти уважаемые лица в независимой комиссии тоже не желали стать жертвами общественного мнения, и поэтому они заявили сегодня, что поддерживают решение Фейсбука, но что компания должна вернуться к рассмотрению вопроса о Трампе через 6 месяцев после принятия запрета. При этом закрытие счетов Трампа произошло 7 января, так что Фейсбуку придется вернуться к вопросу о Трампе всего через 2 месяца, в начале июля, и маневр с независимой комиссией Зукербергу ничего не дал, и решать вопрос о Трампе, вероятно, все равно компании придется. Сегодня левые телеканалы не раз открывали новости с сообщением о записанном на телевизионный микрофон направленного действия реплики лидера республиканцев в Палате представителей Маккарти. Маккарти говорил своему коллеге, что карьеру Лиз Чейни можно считать законченной, поскольку она переходит все доступные рамки. На следующей неделе республиканцы в Палате представителей, как считают, наверняка лишат ее важных постов в комитетах и в других полномочиях. Лиз Чейни – это наиболее влиятельная женщина среди республиканцев в Нижней Палате Конгресса, ее считают там третьим по влиянию политикам, а сейчас она стала для многих символом того крыла республиканской партии, которая противостоит Трампу. Ну, Трамп боролся, конечно, с демократами, с Киллари Клинтон, в ходе первой кампании боролся с Байденом из того же слоя демократов, как считают, но ему было противодействие и в его собственной партии, со стороны прежде всего умеренных республиканцев Митта Ромни, клана Бушей и других. А очень близок к Бушам был всегда Дик Чейни, главный советник Буша младшего, а его дочь Лиз Чейни занимала тогда высокий пост в государственном департаменте. Как бы то ни было сейчас, Лиз Чейни заявила, что в ходе выборов в ноябре не было журничества, что республиканцы должны признать свое поражение и на этом строить свою дальнейшую стратегию. Согласно Лиз Чейни, те, кто утверждает, что победил на выборах Трамп, либо искренне заблуждаются, либо бессовестно врут. А Трамп сейчас, хотя на первых полосах, появляется не столь часто, но сохраняет свое влияние и продолжает говорить, что победу в ноябре у него отобрали путем журничества и махинаций. После заявления Чейни против нее началась сильнейшая волна со стороны коллег по партии и требования лишить ее постов в Палате представителей. И сейчас получается, что вопрос этот уже практически решен. То есть выступления против Трампа, признания выборов законными, до сих пор чреваты для членов республиканской партии самыми серьезными репрессиями. Эта ситуация в среде политиков, республиканцев, объясняется прежде всего сохраняющейся сильной поддержкой Трампа со стороны рядовых членов партии. Сегодня федеральное правительство объявило, что в прошлом году рождаемость в Америке упала сразу на 4%. Для успешного развития экономики более позитивным считается рост населения. Но в Америке он все меньше происходит за счет рождаемости и больше за счет эмиграции. В разгар эпидемии вируса в прошлом году делались прогнозы о том, что вынужденная изоляция многих американцев, которые стали проводить дома намного больше времени, приведет как раз к скачку рождаемости. Часто так и бывает, например, холодными и темными зимами, когда люди больше сидят дома. Но эпидемия к скачку рождаемости не привела. И более того, при снижении рождаемости на 4% в среднем за прошедший год в декабре падение составило сразу 8% по сравнению с тем же месяцем за год до этого. То есть с наступлением вируса случаи беременности, наоборот, упали. При этом рождаемость в Америке идет вниз, за редкими исключениями, много лет подряд. С 2007 года, например, уровень рождаемости упал на 19%. Помимо сокращения рождаемости в годы Трампа было также снижение эмиграции. Общий прирост населения сейчас на втором месте с конца, с начала подсчетов в 18 веке. Обычно прирост населения замедляется в период экономических кризисов, как это было, например, вот в 30-е годы 20 века, времена Великой депрессии. Но когда экономика выходила из кризиса, рождаемость раньше неизменно росла. А сейчас впервые эта закономерность нарушена. Выход из кризиса 2008 года сопровождался падением рождаемости. В Америке средний возраст матери при рождении первого ребенка составляет 27 лет, а 10 лет тому назад он составлял 23 года. Заводит детей в Америке все позже, и в этом приближается к тому, что имеет место в Европе. В следующей части о том, что именно северные штаты стремились к тому, чтобы рабов юридически считали не совсем полностью людьми. Оставайтесь с нами.